всем здравствуйте с вами на связи елене я приветствую вас на своем канале вначале я хочу поблагодарить вас во первых за ваши донаты во вторых за ваши поздравления с моим днем рождения мне было это неожиданно и было очень очень приятно потому что я нигде не афишировал о том что вот у меня 8 февраля было день рождения это было очень приятно с вашей стороны и поэтому я прочитала даже все комментарии хотя отвечала только на те которые были связаны непосредственно с поздравлением вот и прежде чем мы перейдем к раскладу займу вас буквально несколько минут про анонсировать вот кое-что значит я сделала даже не сделать скорее всего поделилась своим собственным дневником авторских раскладов которые ну почти все из этого дневника я уже записывала на своем канале вы могли уже видеть на суть дневника заключается как раз таки в списке вопросов которые я задаю во время раскладов и в какой-то момент мне просто захотелось делать электронную книгу потом я подумала ну зачем зря заморачиваться да просто поделюсь так как есть да в google документе у меня на облаке вот если вы хотите узнать под поподробнее да что это за дневник как его приобрести и так далее последний пост разделе сообщества я написала об этом то есть это дневник подойдет коллегам и тем кто делает расклады вот либо в описании под любым моим видео есть ссылка на описание стоимость моих услуг вот если вы на нее нажмете да то там тоже в документе сможете прочитать об этом это вот вот такой вот небольшой анонс сегодня что мы будем с вами делать мы будем с вами смотреть расклад один из раскладов который предложил дмитрий горяченко дмитрий поскольку вы представили за я вас пойми и фамилия озвучу либо семинар вот для тех кто может быть видел под ником дмитрия хоть он и написал о том что тема данного расклада может быть не подойдет до к моему расклад а к моему каналу потому что я не делаю расклады про отношения но здесь само название что нужно сделать чтобы забыть человека я буду рассматривать намного шире то есть это не обязательно любимый человек до которого с которым вы расстались и хотите забыть это может быть кто угодно может быть ваш родственник друг приятель но человека которому постоянно периодически думаете да и ничего не можете поделать поэтому мы вам смотреть сегодня шире поскольку вам смотреть сегодня шире у нас шесть вопросов которые я придумала для данного расклада у нас с вами будет две позиции первая и вторая вот голубенький камешек и красники камешек пока вы выбираете делать будем на маккартах на метафорически все о нем и все о ней на то есть мужская и женская колода и одна колоде небо и земля джака сефирот вот и но она себя хорошо заявила к зарекомендовала попробуем сегодня на ней сделать так что ты еще хотел сказать и упустила но не суть так этот от вину а вы пока выбирайте позицию 1 2 голубенький и красненький камешек потому что вопросов будет много а вот что я хотела сказать вот я постараюсь в подсказках здесь может быть при перемене позиции и в конце дать ссылки на расклады со схожей тематика у меня есть на канале я увидел там по-моему два или три аналогичных расклада обычно ну я не повторяюсь но тема очень очень близко да там как оставить прошлое в прошлом да как его не вспоминать вот в принципе подойдет посмотрите в общем я хочу сказать обратите внимание то есть начале расклада будет ссылка потом я попробую вставить ссылку подсказка когда мы бы менять позиции и в завершении расклада так готовы я тоже настроилась пока с вами разговаривала и так приступаем позиция номер один голубенький камешек и первый вопрос что я помню о человеке то есть когда вы о нем вспоминаете что именно вы вспоминаете о нем то есть какие моменты то есть поскольку тематика да была предложена дмитрием он мужчина здесь скорее вы вспоминаете женщину до либо если мы не будем привязываться к полу до мужчины или женщины здесь мы вас вспоминаем именно себя в те моменты когда мы были рядом с этим человеком это была некая такая уверенность да это было наслаждение это было удовольствие причем знаете все такое достаточно земной да то что можно потрогать то что можно почувствовать возможно вы вспоминаете моменты прикосновения к этому человеку либо вы куда-то ездили на отдых может быть на пикник да где вы может быть разделяли трапезу с другим человеком ну то есть воспоминания о каких-то праздниках да где была еда где была выпивка где было вот хорошее времяпрепровождение может быть какие-то прогулки природа то есть вы вспоминаете моменты рядом с этим человеком причем эти моменты они достаточно позитивные возможно кто-то из вас вспоминает подарки да то есть какой-то вот такой вот вещественное да что ему дарили и вы возможно до сих пор держите эти подарки как воспоминание об этом человеке да вот эти вот моменты вспоминаете кто-то еще здесь вспоминает мне показывает то есть мне смотрите сразу скажу такое отступление у меня приходят какие-то картинки в моменте расклада и они не обязательно подойдут всем они возможно точечные да для кого-то поэтому если вам это не подходит просто не слушайте опускайте слушайте дальше это видимо для кого-то конкретного идет информация да здесь почему-то вечерняя какая-то прогулкой где дорога какая-то вот каменная что ли что-то как мост напоминает да вот вечерняя ночная какая-то прогулка пары где вы берега ли какой-то мозга брусчатка какая-то в общем вот такая дорога и вижу то есть для кого-то точно будет такой момент далее что еще вы вспоминаете об этом человеке возможно у кого-то у вас этим человеком была семья до были дети то есть было что-то общее что-то близкое однозначно это человек не случайный то есть даже если это будет ваш приятель знакомый друг очень важный очень значимый человек который которого вы ставили на пряди 100 на пьедестал то есть в какой-то момент вас что-то связывало может быть здесь даже материальная да какая-то связь была с этим человеком так что еще вы помните да может быть здесь кто-то строил до что-то выстраивал с этим человеком да это также может быть и ваш партнер либо партнерша по бизнесу да какие-то общие проекты у вас были тискущение что вот возможно это как-то вот семейный человек либо вы хотели иметь семью с этим человеком да потому что здесь выпадает еще и какая-то детская такая энергия да может быть у кого-то есть ребенок момент рождения ребенка до либо момент зарождения того проекта да то есть как вы были воодушевлены да как вы общались разговаривали на тему того как вы будете создавать свое какое-то дело да что еще здесь вы вспоминаете здесь приятные моменты идут причем энергия здесь такая достаточно легкая я не могу сказать что здесь какие-то минусы да вспоминается допустим хотя как вариант для кого-то есть да кто-то кого-то кинул на деньги на здесь такое тоже может быть момент но это вот прям очень малое количество в основном это какая-то такая нежная да знаете зарождающиеся какие-то чувства легкий такой вот флирт когда мы уделяем внимание человек ну то есть только вот познакомились только стараемся узнать есть какой-то вот трепет в сердце причем это знаете такое нежное хочется как-то вот оберегать не хочется об этом никому говорить и вот такие вот романтичные какие-то воспоминания здесь идут да это то что вы вспоминаете наедине с собой и об этом вы никому не говорите то есть это не те моменты о которых можно рассказывать другому человеку не потому что они какие-то постыдные да а наоборот потому что они настолько ценные что вопрос даже не не самих не в самой связи а в том что вы ощущали в этот момент и вот здесь вот такое чувство что если бы вы об этом кому-то рассказали есть страх что вас могут не понять есть страх что вас могут ранить потому что это настолько знаете сокровенное это как будто бы знаете вот обнажить свою душу перед другим человеком то есть если нету доверия даже если это близкий друг вы об этом не скажете потому что у меня идет такое ощущение да что страх меня высмеют да допустим если я мужчина да в данном случае то как я могу рассказывать допустим там своему другу о том вот как я как этот ёжик в тумане на сижу вот с такой улыбкой и причем там отчетом мечтаю да но то что в принципе не свойственным мужчинам и вот об этом не хочется говорить и ты об этом вспоминаешь только когда ты уединяешься если например женщина то здесь вот как раз таки вот эти вот моменты зарождающие когда здесь не идет фантазии о дальнейшей будущем нет а здесь вот о том как как я себя чувствую то есть вы чувствуете себя незащищенным да что вот одно неправильное действие либо взгляд и меня поймают да как будто бы с поличным то есть меня а узнают о моих чувствах узнает о моих а моем как-то состоянии поэтому здесь моменты еще знаете даже вспоминается когда вы еще не были уверены в этом человеке и было такое ощущение что не то чтобы оценки вам показалось это настолько странным что вы свободным способны почувствовать это вот здесь вот такой момент хорошо вот так вот вы вспоминаете своего партнера человека ну которого вы для себя загадали для чего я вспоминаю его либо ее вот эти вот все воспоминания для чего если мы уже расстались сила сила понимаете вас тянет каким-то непонятным магнетизмом вы не можете объяснить да то есть логически сейчас я хочу уточнить один момент да логически понимаете здесь есть чувство что вас бросает из стороны в сторону то есть я понимаю что мне это человек уже не нужен уже все уже завершено да уже допустим поставлена точка но почему-то воспоминания они еще есть то есть я четко осознаю что надежда уже здесь на восстановление нет даже если появится человек я уже возможно и не хочу меня манит причем знаете вот этот вот магнетизм притягивает какая-то сила возможно был прекрасный секс с этим человеком в котором даже здесь вопрос не столько в сексе а совместимости до вашей энергетики то есть при вот в те моменты когда вы были с человеком и вспоминаете да был вас прилив энергии прилив какой-то силы вот это вот внутреннее ощущение до я чувствую себя более наполненном я чувствую себя сильным какая-то вы знаете утренняя уверенность когда вы вообще вспоминает об этом человеке появляется внутренняя уверенность а что как бы вам эту веренность Наполненность описать не то, что я способен на все, а какая-то наполненность, да, и вот эта вот наполненность, она дает вам прилив энергии, как будто бы я все могу сделать, да, мне море по колено, вот как-то вот не странно, да, нету страхов, отсутствие, полное отсутствие страхов. Дальше, для чего вы еще вспоминаете этого человека, кроме того, что есть здесь вот этот вот магнетизм, это дает вам энергию, то есть здесь возникают, сейчас я спрошу, да, смотрите, здесь возникают эмоции, у вас при воспоминании этого человека, как будто бы покрывается какая-то потребность в эмоциях, возможно, сейчас нет такого человека, который бы вам давал вот эти вот эмоции, состояние переживания, да, И вот как только вы вспоминаете об этом человеке, вы понимаете, ваши чувства, ваши ощущения, они дают вам какую-то, я не знаю, радость, то есть человека нет, а вы, вспоминая его, ощущаете так же, как будто бы он рядом с вами, да, то есть вот градус эмоций здесь он совсем не упал, он как был тогда, он так и остается и сейчас. И вот здесь вот, говоря уже о более с психологической точки зрения, да, то есть для чего вы вспоминаете этого человека, он покрывает вам потребности в эмоциональном плане. Я извиняюсь, что свет будет меняться, это вот в зависимости от того, как солнышко двигается. Ну и надеюсь, вам это не будет мешать. Значит, у вас не покрыты эмоциональные какие-то потребности, да, то есть вы не ощущаете, возможно, вот этот вот чувственный какой-то свой аспект, не можете раскрыть в данный момент. Либо только этот человек, рядом с ним вы могли себя ощущать, не то чтобы как ребенок, а могли раскрыться, да, то есть те чувства, которые вы чувствовали, ощущали с этим человеком, после него, даже будучи, допустим, если это партнерские отношения, да, вы ни с кем не смогли ощутить этого. Поэтому здесь вот эта вот эмоциональная потребность, да, вам не хватает силы, вам не хватает уверенности, и здесь идет как будто бы компенсация, вспоминая об этом человеке, я получаю то, что мне необходимо. Для чего еще я вспоминаю его? Здесь как будто бы вам дается шанс, да. Здесь чувство такое, знаете, достижение результата. Вот я говорю, вот этот человек в вашей жизни, он был не случайный, да, мы посмотрим еще, какой урок вы с ним проходили, но у меня есть уже такое вот предвкушение того, что, и ощущение, что этот человек раскрывал вас эмоционально, потому что с ним вы достигали каких-то результатов легкости. То есть, например, если в обыденной своей жизни вы являетесь человеком достаточно логичным, который контролирует, управляет всем, да, то вот именно вот с этим человеком вы могли обо всем абсолютно позабыть и стать тем, кем не то, что вы не являетесь, а вы в обычной жизни не раскрываете, не показываете этого. Например, я, наверное, не случайно говорила, с ранее, когда говорила про состояние ребенка, да, вот какой-то вот легкости, какого-то праздника, что в других моментах, допустим, вы не могли бы себе так громко, например, смеяться, да, либо вот прыгать от радости. Вот, я не знаю, когда вам дарят какой-то подарок, вы, возможно, привыкли просто благодарить, а вот с этим человеком, да, вы могли, ну, я не знаю, совершать какие-то действия, просто прыгать от радости, да, там, кричать, там, смеяться громко, я не знаю, то есть совершать, быть очень эмоциональным человеком, да, эмоционально выраженные вот эти вот окрашенные ваши поступки. И этот человек дал вам этот шанс, да, проявить себя, проявить свою эмоциональность. Здесь кто-то пел, да, то есть вот именно с этим человеком, я не знаю, кто-то пел. То есть, как бы вам сказать, может быть, вы стеснительный человек и поете только вот как-то для себя, либо этот человек вас сподвиг на то, чтобы вы начали заниматься пением, да, либо вот с этим человеком, здесь такое ощущение, вот кто-то, может быть, играет на гитаре, и такое ощущение, что вот вы поете, да, и вот вас это прям воодушевляет, вам это нравится. То есть не столько, что вы поете для другого человека, а вы удивляетесь сами, насколько вы способны передавать вот эти вот ощущения, переживания своим эмоциональным голосом, да, во время песни, то есть вот именно исполнять песню. То есть здесь еще какие-то результаты, да, кто-то мог получать, но почему-то мне музыка идет. Ну, просто, наверное, потому что тему задает Дмитрий, у меня такое ощущение, Дмитрий, что я с вас как-то считываю, да. Так, а для чего еще, для чего еще вы вспоминаете этого человека, Карли Пентакли? Знаете, какая-то вот этот человек придавал вам какую-то стабильность, да, либо как-то обучал работать над своими идеями, над своими желаниями, вот эта вот уверенность, которая вам передавалась, да, она была связана с тем, что вселял, ну, вот была какая-то поддержка, да, то есть человек как-то вселял в вас надежду, что у тебя все получится, да, я в тебя верю, и вот это вот придавало какую-то окорреленность. Особенно если здесь немножко заниженная самооценка у кого-то, да, то вот именно слова этого человека, они помогали поверить в себя, и это было очень важно, то есть то, как уверил этот человек в вас, да, мы сейчас не говорим о том, что насколько истинно, да, было, ну, то есть были ли манипуляции или нет, а вот действительно то, как то, что вам говорил человек в те минуты, да, когда вы были вместе в какие-то очень личные моменты, он придавал вам какой-то, вот, знаете, окорреленность, да, веру в себя, то есть если в других моментах не было этой уверенности, я еще раз повторяюсь про уверенность, но здесь уже другое состояние уверенности, которое я не могу описать, то есть здесь уже не про мощь, а здесь вот какое-то воодушевление, окорреленность, способность, да, причем здесь эта способность, она связана не с качеством вашего характера, а именно какая-то, какой-то конкретный ваш талант, да, здесь раскрывался какой-то вот конкретный ваш талант, да, если, допустим, вы рисуете, то этот человек как-то находил правильные слова для того, чтобы он вас как-то воодушевлял на постоянные какие-то действия, вот именно на работу и на дотачивание какого-то своего таланта, то есть он не заставлял, да, и не говорил, что вот давай займись этим делом, нет, а здесь вот какие-то, глядя на него, понимаете, он как будто бы примером был для вас, глядя на него вы хотели тоже, вот он был каким-то мастером своего дела, и то, с какой любовью, с каким пристрастием, прям вот верой в свое дело, и в дисциплине, в постоянстве, то, как он этим занимался, и как потом восхищался своей работой, вот это воодушевляло вас на то, что и вы хотели какие-то свои таланты раскрыть, чтобы, ну, примерно так же могли радоваться, да, своим результатом, как и этот человек. Хорошо, что вам дает эти вот, вот эти вот все воспоминания, что вам дают? Это меняет ваше мировоззрение, это дает вам, для вас это духовные уроки, через это вы развиваетесь, на, вот так, через это вы развиваетесь. Здесь идет процесс взросления, понимаете, именно через этого человека, здесь такое чувство, что вам дали какую-то конфетку на время, а потом ее забрали, но не для того, чтобы вас огорчить или обидеть, а для того, чтобы вы поняли, что вам нравятся конфеты и к чему вам стремиться. То есть здесь вот как будто такая мотивация для того, чтобы вы повзрослели, начали ценить себя больше, да, начали понимать то, что иногда надо оставлять в прошлом то, что уже не работает, как вот здесь мотивация, здесь вопрос мотивации. Может быть не совсем приятное, да, в контексте того, что вас потом оставили, то есть, ну, как бы так сказать, подразнили, да, и потом ничего не дали. Вот какое-то здесь вот такое аналогичное ощущение идет, но в этом был какой-то вот, знаете, человек вас что-то раскрыл, да, а потом говорит, а дальше иди сам, да, самостоятельно, а вам это не совсем понравилось. Почему? Потому что, ну, у вас было такое ощущение, что вот как будто бы вам дали надежду, да, а потом забрали. На самом деле ее не забрали, а вам показали, что вы ее самостоятельно можете развивать. Здесь урок был духовный. Что еще осталось незавершенным во взаимодействии с этим человеком? Давайте я на этой колоде посмотрю, что еще у вас осталось незавершенным. Смотрим, что вам скажут метафорические карты. Сори, я сейчас кого-то бесит, когда я себя трогаю, поправляю, но у меня микрофон упадет, и потом слышно не будет. А я его здесь закрепила. Поэтому, пожалуйста, не злитесь. Все, повыше подняла. Здесь, знаете, вопрос от какого-то одиночества, да, замкнутости. Здесь ощущение того, что вы действительно что-то не завершили. Но это с вашей стороны. С точки зрения партнера здесь уже все завершилось. Вот это вот ваше одиночество, да, вы как будто бы здесь его не проработали. И поэтому вас снова тянет к этому человеку. Потому что с ним было хорошо, понимаете, с ним было, ну, кайфово. А сейчас все, я поняла. Здесь вопрос самооценки. Вопрос в том, чтобы вы понимали, что вы классные и действительно ценные, да, не только тогда, когда вы находитесь с партнером, и он вас включает в эти состояния, а когда вы классные настолько же, как и с партнером, но и без него, да. То есть вот здесь вот это вот ощущение, что не человек придает вам ценность, а вы цены сами по себе. И вы это должны понять. И поэтому у вас, поскольку нет еще этого понимания, у вас есть вот это чувство, что я одинок, да. Вот вы как будто бы закрываете одиночество в контексте не уединения, а в контексте того, что вот вы закрываетесь, да, вот эту вот свою ценность, вы ее не проявляете, вы ее себе не показываете. То есть здесь урок уже был непосредственно понимание того, кем вы являетесь на самом деле. Не рядом с этим человеком, а сами по себе вы классные. Вот здесь вот это вот вам нужно было понять. Что еще осталось незавершенным? Понимание того, что если что-то сломалось, то уже склеить это невозможно. То есть понимание, скорее всего, того, что нужно уметь двигаться дальше, да, не привязываться к чему-то. То, что уже нельзя слепить. Если что-то разрушено, да, вы можете на этих руинах построить что-то новое, то есть расчистить и построить что-то новое. Но не так, как было раньше. Вот здесь вот у вас есть вот это вот ощущение незавершенности, как будто бы я еще мог бы что-то сделать тогда. Я бы как-то вот мог бы переиграть, либо могла переиграть какую-то ситуацию, и все было бы хорошо. Здесь такое ощущение, вот вопросы, а если бы, а как, а как если бы я вот это сделала, было бы вот так. Но на самом деле это, это иллюзия. То есть вам нужно понять, что даже с этим человеком, если вы уже расстались, вы можете создать заново, да, какие-то взаимоотношения выстроить, но они не будут такими, как были раньше, да. То есть вот если у вас есть привязанность, иллюзия к тому, что я хочу так, как было раньше, так, как было раньше, не будет даже с этим человеком. Потому что вы поменялись, и человек поменялся. И понимаете, вы, вот здесь вот у меня идет такое ощущение, здесь такая энергия, что я привязываюсь именно к чему-то конкретному. И вопрос здесь, опять-таки скажу, не к человеку, а к тем состояниям. Вам нужно вот это вот взросление, о котором я говорила ранее, вам нужно понять, что вот эти состояния, они уже есть в вас. И от вас только зависит самостоятельно. Можете вы их приумножать, либо чтобы они переросли в нечто иное. Что еще осталось незавершенным? Знаете, вот такое чувство, как будто бы вот вас недооценили, да. Чувство, как будто бы вот вас бросили. Вот брошенность здесь, она остается. Здесь расставание было, скорее всего, со стороны другого человека, да. Может быть, у кого-то есть здесь такое, что человек ушел, да, и даже вам это не объяснил, не рассказал причину, да. И вот это вот чувство, почему брошенности, почему ты меня оставил. Здесь детский сценарий, кстати, если это всплыло, да, сразу детский сценарий касательно родителей, да, вас, может быть, оставляли в детстве. И вот эта вот брошенность, да, человек, который важный, значимый, любимый мною, он меня всегда оставляет. И вот именно с этим человеком проигрался ваш детско-родительский сценарий. Брошенности. То, кто меня любит, да, меня всегда бросают. Вот здесь вот это тоже имеет место быть. Какой урок я должна была усвоить, либо должен была усвоить в этих отношениях? Ну вот урок как раз-таки то, о чем я и говорила ранее, о том, что внутри вас есть все эмоции, необходимые вам для того, чтобы раскрыть и пользоваться ими. То есть вот именно понимание своих способностей, понимание своих качеств, да, понимание собственной ценности, значимости для себя. Вот этот человек вас, он раскрывал это как-то, показывал вам. Но раскрывал, понимаете, здесь какая вещь. Когда мы сами не умеем что-то делать, а нам не объясняют, а просто за нас что-то делают, да, мы становимся зависимыми от этого человека. Ну вот, к примеру, если мы не умеем самостоятельно завязывать шнурки, да, но нам при этом мы одеваем каждый день обувь, мы зависим, допустим, от родителей, от братьев, сестер, от кого-то, кто нам будет завязывать эти шнурки. Но при этом шнурки-то наши, и ботинки, и, допустим, там, кроссовки, они тоже наши, да, то есть это не чьи-то, это наши. И вот когда мы научимся самостоятельно это завязывать, да, когда мы сами поймем, что у нас есть руки, и нужно просто этому научиться, да, тогда я буду независима от другого человека. И вот здесь вот этот вот духовный урок, который вы проходили с этим человеком, он вот как раз-таки был как тот родитель, который вам завязывает шнурки, и вам было классно, но вы в этом не развивались, то есть его задача была не постоянно вам завязывать, а завязать один раз, что вы поняли, что шнурки нужно завязывать, и тебе нужно этому научиться. Вот как только ты научишься, тогда ты не будешь привязываться. А здесь вы этому самостоятельно не научились, то есть вы не поняли, не осознали, насколько вы цены сами по себе. И поэтому у вас есть привязанность к этому человеку, потому что вот этот человек должен вам все время показывать и доказывать, насколько вы прекрасны, да, давать вам те состояния, которые были. А урок заключался в том, что увидеть вот эту вот прелесть, вот эту красоту всю внутри себя. Какой еще урок, я это не отметила, да, какой еще урок вы должны пройти? Ну, во-первых, урок непосредственно во взаимоотношениях, коммуникации, да, у кого какая роль, то есть у одного партнера роль здесь является какой-то, вот знаете, опорой, да, а другой вот именно совершает какие-то действия. То есть здесь понимание некого такого баланса, да, что в отношениях не, как бы так сказать, у каждой является сам по себе, да, ну, то есть индивидуальность, но при этом вот именно взаимоотношения между этими индивидуальностями, да, оно должно присутствовать. То есть вы как будто бы не научились взаимодействовать с партнером, вы в отношении были как будто бы сами по себе, а партнер сам по себе. И не было вот этого вот понимания, да, что я являюсь для тебя опорой, так же, как и ты в какой-то момент являешься для меня опорой. А другая половинка, да, она как будто бы вот ведет, да, какие-то лидерские качества проявляются. То есть вот здесь не было какого-то взаимодействия, да, каких-то договоренностей, вот что будешь делать ты, что буду делать я, но это не обязательно вот только так, да, это может все время меняться. Но смысл здесь вот, вот это вот правильного взаимодействия в партнерстве, да, что вы не сами по себе. Безусловно, вы себя не теряете как личность. Но здесь такое чувство, что вот в ваших отношениях, да, каждый жил сам по себе. Просто встречались, какое-то время проводили, это было классно, а потом все разошлись. И вы дальше не знали, что в жизни у другого человека. Не было вот этой вот, как бы так сказать, вот связки какой-то не было, да. Вы как, я не знаю, как почтальон, да, пришел, отдал письмо и ушел, и все. Ну, то есть вроде бы действие какое-то совершено было, да, письмо было передано, да, либо какие там, я не знаю, пенсию, либо еще что-то. Ну, действие, оно завершено, и все, разошлись. А дальше что делает почтальон, что делаете вы, вот не было какого-то контакта, не было какого-то понимания, да. Это вот как две селенные, да, столкнулись и в разные стороны отлетели. Потом опять столкнулись, притянулись и в разные стороны отлетели. Здесь не было понимания, как правильно выстраивается отношение, правильно в контексте, что это союз. Это ты что-то вкладываешь и другой. И вот без обоюдности вот этой союза не может быть. Не может быть так, что только один вкладывается, да. Смотрите, я вам здесь покажу карту, может быть, так вам будет понятнее. Вот здесь, значит, акробаты, да, их называют, вот мужчина держит вот этот вот трос, как он там, боже, шест, не знаю, как практически называется, а девушка, да, вот здесь вот совершает какие-то фигуры, да, принимает, с обручем работает. То есть она без его опоры не смогла бы это делать. А он сам по себе тоже не имеет никакого смысла, потому что он является вот опорой, да, то есть у них вот эта вот партность. Они вроде бы сами по себе разные, да, она женщина, а он мужчина, да, у каждого своя роль, но при этом у них есть вот эта вот связка. То есть она без него не может, и он без нее не может. А у вас вот этого вот не было, не было проработано. Так, ну давайте еще один посмотрим, какой урок должны вы были. Вот смотрите, опять-таки тот же самый смысл, не знаю, здесь просто карта светлая, насколько вам видно будет, да, вот гора. То есть здесь не просто мужчина идет в гору, да, а здесь из льда сделаны фигуры. Я поближе поднесу, кому видно, посмотрите. Вот фигуры людей, и они как будто бы являются опорой. То есть ты не можешь самостоятельно преодолеть. То есть тебе кажется, да, что ты сам по себе поднимаешься в гору, да, прикладываешь какие-то усилия. Но если присмотреться к карте, он все равно как-то здесь кому-то наступил, допустим, на спину, да, здесь вот как-то на плечо, то есть с помощью кого-то вскарабкаешься, вскарабкаешься не сам по себе. То есть поддержка и опора нужна. И вот вам нужно научиться в отношениях, либо, то есть одновременно быть и самому опорой для партнера, и сделать так, чтобы и партнер был для вас некой такой опорой, чтобы вы как минимум, знаете, вот в одну сторону смотрели в своих действиях, чтобы не было такого, да, один вот туда, а другой в другую сторону. У вас должны быть общие ценности, у вас должно быть общее направление развития. То есть здесь ощущение того, что каких-то вот взаимоотношений правильных, даже если мы возьмем профессиональную сферу, да, она как таковая тоже здесь не была развита. То есть если мы говорили о проекте, да, то кто-то думал, например, исключительно о финансах и как-то экономил, допустим, на материале, и нам было абсолютно все равно, да, лишь бы только продать и получить деньги. А другой человек, наоборот, смотрел за качество, и требовалось каких-то вложений, да, в этих сил, но партнер не понимал, да, другой партнер, который был ответственен за финансы, он не понимал, зачем улучшать качество, когда и так все хорошо. То есть вот здесь вот были какие-то вот такие разногласия. Хорошо, давайте посмотрим, что поможет вам, вот на этой колоде посмотрю, что поможет вам отпустить воспоминания об этом человеке. Ну, во-первых, да, понять вот эти вот руки, которые вы должны были понять для себя. в дальнейших отношениях, когда вы будете выстраивать. Это один момент. А второй, что же все-таки поможет отпустить воспоминания о человеке. Сейчас, минутку, здесь просто такая карта достаточно глубокая, когда, я вам так покажу, девушка в маске смотрит, может быть, для кого-то ответ придет, да, смотрит непосредственно в зеркало, да, оно как портал. Здесь, знаете, когда вы захотите, вот здесь, что поможет вам, да, здесь девушка, она просто должна отвернуться от этого. Почему? Потому что ее вот прям туда манит и тянет в это зеркало, и там нарисованы драконы, козлы, демоны и так далее. И она как будто бы, вот здесь, знаете, вот она руку приложила, смотрите, да, а здесь вот как будто бы портал. Ну, вот здесь вот демоны нарисованы. При этом она одевает маску, и она полностью обнажена, да, и всматривается вот туда, куда-то, да, вот в этот портал, как будто бы, да, это прошлое. Вот она смотрится в прошлое. Здесь хочется сказать, тебе просто нужно отвернуться, да, посмотри в другую сторону, то есть хватит тебе. Вот чем больше ты туда смотришь, да, тем больше тебя это искушает, потому что вот здесь вот демоны нарисованы, вот, тем больше тебя это искушает, вот прям затягивает, как портал, да, и ты не можешь с этим ничего не делать, она как будто бы примагичена, да, она как будто бы на нее идет какое-то вот воздействие, она не может оторвать глаз от этого зеркала, да, то есть здесь вот просто нужно развернуться в другую сторону, то есть прекратить об этом думать, прекратить вас вспоминать, то есть как только у вас появляется какой-то триггер, да, который вас включает, триггер, может быть какое-то состояние, песня, слова, что-то вам напоминающее этого человека, у вас сразу включаются эти воспоминания, прямо сразу отворачивайтесь, сразу не, не входите, что поможет, знаете, вот здесь вот эта вот карта, да, некого такого изгоя, понять, знаете, вот с одной стороны вроде бы казалось негативная карта, да, потому что выгоняет вот этого пса из стаи, но с другой стороны, это этот пес, он даже другого цвета, да, вот как раз-таки вот понимание своей ценности, да, найдите свое место, найдите себе подобных, то есть вам не нужно, даже если вы посмотрите, да, вот здесь вот все, цветовая гамма псов одинаковая, а у этого другая, конституция другая, найдите себе подобных, хочется сказать, да, вот найдите пару, которая действительно вам будет подходить, и вот как только вы это найдете, вы забудете прям вот про этих псов, то есть здесь нужно переключение, в любом случае нужно, ну, необходимо переключиться, да, вот понять, что вот смотрите, здесь земля уже высохла, да, старая женщина, либо женщина, мужчина, не пойму, идет дальше, да, то есть нету зелени, нету перспективы, то есть вам нужно понять, что здесь уже все, здесь уже точка, причем у вас изначально, я говорила, что у вас есть это логическое понимание, но эмоционально нет. Как только вы прорабатываете свои уроки, о которых я озвучивала ранее, да, вы почувствуете, что вы захотите двигаться дальше, то есть здесь вы карта, она говорит о том, что нужно двигаться дальше, нужно двигаться в будущее, потому что, вот интересно здесь на карте, не знаю, насколько вам видно, вот здесь вот вода, вот прямо так поднесу, да, вот здесь вот вдали вода, то есть здесь все засуха, да, все уже умерло, впереди вода, то есть как только вы захотите здесь вам нужно захотеть здесь нету какого-то такого прям что-то что вам поможет здесь поможет только ваша сила воли и желание идти дальше то есть до тех пор пока вы смотрите вот туда прошлое вы в прошлом ну и будете делать акцент на это а вам нужно переключиться вам нужно пойти дальше захотеть просто двигаться дальше вот такой вот у нас был первый расклад и мы с вами переходим позиции номер два красненькому камешку и давайте посмотрим что у нас тут да для чего я помню о человеке то есть что я помню соль соль что я помню не для чего что я помню когда вспоминаю этого человека здесь какие-то передвижения здесь есть дороги путешествия какие-то может быть знаете ощущение именно в теле некой такой сбитости да вот как будто бы не знаю вспоминая может быть какие-то победы спортивные да может быть желание как-то вот заняться спортом у вас появляется да может быть вы вместе ходили я не знаю там тренажерный зал занимались как-то спортом вы как-то вот физически здесь развивались здесь вот физическая сила присутствует здесь присутствует конкретная какая-то сконцентрированная энергия направленная на что-то то есть возможно какие-то совместные дела возможно какие-то совместные проекты вы делали да даже если это личные отношения да то есть они были направлены на что-то конкретное на достижение какой-то цели что это за цель была здесь вы как будто бы с этим человеком здесь мне кажется больше идет профессиональная сфера вы как будто бы выходили из какого-то кризиса да то есть возможно это был ваш профессиональный партнер когда заново вот либо выстраивали как-то свой бизнес заново дали бы как-то преодолевали какие-то трудности сложности именно материального плана до либо вы понимали что нужно совершить какой-то вот прорыв да у меня идет такая мысль так как строили целину такое ощущение что вот вместе что-то строили заново да было как-то сложно были победы радости того как вот что-то сделали да может быть вместе с человеком поехали как-то есть на за границу на заработки да вот что-то изменить в своем финансовом каком-то положении что еще я помню об этом человеке вот действия какие-то понимаете здесь все направлено на какие-то действия какой-то вот передвижение активность вот прям подвижность да здесь возможно с кем-то может быть это я не знаю этот человек ваш адвокат каким-то образом до либо это человек который вас постоянно защищал от кого-то да да не знаю может быть для кого-то это старший брат да к примеру и он постоянно вас защищал оберегал то есть постоянно драться за вас когда сражался здесь вот такая вот энергия да она очень активно она очень мужская здесь я могу предположить что здесь вот какой-то мужчина на каком-то мужчине идет речь и вот он был очень таким активным подвижным прям человеку которого хорошо подвешен язык и это человек который все время отстаивал свою точку зрения неважно правильно она неправильно какая-то своя правота кому-то что-то доказывал кому-то что-то убеждал да здесь вот какие-то вот лидерские качества человека как будто бы я не знаю может быть вы были в какой-то организации вместе и продвигали идеи этой организации да то есть человек говорит здесь человек как-то вот коммуницирует убеждают в какой в минусе даже может быть какой-то некий такой фанатизм да что я даже могу оскорбить как-то неважно но я верю то есть вот прям огненность такая очень яркая и мечовость словесная хорошо что еще вы помните ну да вот разрыв вот все теперь я поняла выпадает башня да здесь какой-то конфликт вы помните все я поняла здесь какой-то конфликт какая-то я же говорю словесное да что то такое конфликт неожиданный который произошел между вами да кто-то из вас отстаивал что-то свое да может быть недвижимость может быть деньги может быть какую-то свою позицию либо желание двигаться дальше может здесь разделение имущества как-то было вот но здесь может быть развод даже для кого-то произошел да и вот здесь вот были какие-то словесные перепалки на завершение здесь завершение каких-то отношений да причем было очень болезненно было очень так жестко знаете вот на войне как на войне да все методы хороши кто как мог так и сражался да может быть кто-то отстаивал допустим если мы говорим о недвижимости дом да может быть какая-то машина причем машина светлого какого-то такого цвета до серого металлического белого может быть но не черная нет вот света каких-то тонов машина да может быть партнер не хотел вам отдавать если это личные например отношения но здесь было какое-то вот завершение вы постоянно вспоминаете этот этот скандал эту ссору знаете такое чувство кто-то говорит о том что как я вообще позволял этому человеку с собой так обращаться да то есть я я я очень удивлена либо удивлен что вообще это случилось со мной да то есть такое чувство да как будто бы я вообще выжил в этой ситуации как как я смог как я смогла то есть откуда у меня появились вот эти вот силы да здесь было очень много эмоций здесь прям знаете такое вот состояние мне идет энергетически как состояние аффекта да когда допустим я слабый человек да слабая женщина но вот когда речь заходит о жизни смерти допустим моих детей на то здесь все методы хорошие и ногти и зубы и все что угодно будут драться до смерти вот здесь вот прям понимаете вот такая вот энергетика да то есть вдруг неожиданно появляются какие-то силы и я вот прям готов тебя удушить и и даже невзирая на то что ты больше меня размером да и силы наши не равны но вот здесь вот у человека у которых было меньше сил энергетических каких-то да вот он как-то откуда-то неожиданно не появились больше да и человек смог как-то вот отстоять да знаете по крайней мере не было вот это вот состояние жертвы до страха беспомощности нет здесь все методы были хороши хорошо чужие так вспоминать меня прямо шит меня понесло да и знаете так это холодно ну неприятный конфликт неприятно холодно стало хорошо для чего вы вспоминаете этого человека да если вот все-таки расстались потому что было обнуление да потому что здесь как раз таки под благодаря этой ситуации не буду говорить благодаря этому человеку благодаря этой ситуации вас появился шанс шанс начать что-то заново до пойти как-то в новое до довериться здесь такое ощущение да мне хочется сказать вы еще должны быть благодарны этому человеку до что это случилось почему потому что пусть она случилась вот так вот достаточно болезненно да и эпично но благодаря этому человеку у вас открылись какие-то новые дороги да вы как будто бы заново переродились у вас появились новые возможности и прям знаете желание какой-то вот бесстрашие да то есть вот это вот последняя битва я иначе никак не могу назвать вот последняя битва последний бой как будто бы раскрыл вас вот это вот качество силы да и теперь мне как говорится море по колено я я я могу идти дальше двигаться то есть нет вот этого страха как я буду жить да где я найду работу где на деньги нет вообще-то этого нету на набор какой-то вот узнаете революционный революционный какой-то вот дух желание двигаться дальше прям знаете с верой причем здесь нету отсутствия абсолютно страха и это вот очень удивляет почему потому что я у меня нету четкого пути у меня нет четкого направления куда и как чем я буду занимать что будет но я знаю что все будет хорошо понимать вот это внутренний такой настрой и желание просто двигаться до куда вот судьба выведет для чего для чего так и отмечу вопрос для чего я вспоминаю этого человека ну смотрите сейчас у вас открылись возможности да я сказала уже возможности как раз-таки реализовать какие-то свои желания свои состояния души здесь понимаете этот момент он был очень важным был очень ключевым и значимым исключение чтобы до этого момента вы жили для того чтобы пополнять свой жизненный опыт какими-то трудностями сложностями вот а вы как-то не обращали на я не люблю это слово как будто бы на свое предназначение да на свою жизнь да для чего вам жить вот чем об заниматься только будто бы на свою душу да на свое состояние вообще не обращали внимание и вот эта ситуация она должна была случиться для того чтобы вы как будто бы все пересмотрели заново и вот вам дали второй шанс на рождение да то есть начать жизнь заново не продолжать в том же русле до что раньше я на всем было в партнерстве был в партнерстве а теперь один как я буду дальше жить нет а здесь как будто бы вам дали шанс на рождение заново это вот когда жизнь делится на до и после да то есть но я был какой-то бедный несчастный там жертва и так далее а после я стал там я не знаю политическим лидером да то есть но чувствуете разницу да это огромная разница и вот здесь вот для того чтобы реализовать какие-то то есть кому-то вы знаете напоминаете себе вот эту болезненную ситуацию до чтобы напоминать а куда мне дальше двигаться да либо если у вас есть какое-то дело да иногда у вас руки опускаются как-то не верите падаете духом то вот эта вот ситуация она вам как будто бы идет как напоминание да какой-то волшебный пинок что блин если ты не будешь это делать да тогда зачем вот это вот все то есть ради чего вот это все было пережито да ради того чтобы ты сейчас сидела допустим либо сидел ныло ничего не делал то есть подумай вот как напоминание да еще для чего для чего так это королева пентакли для чего вот чтобы вы обрели как-то свою стабильность да с одной стороны здесь вот ощущение того чтобы вы заново выстроили свою жизнь да на тех ценностях на которых вы хотите то есть чтобы она была такая какой вы хотите чтобы вы вот здесь как будто бы начали получать да по достоинству то что вы заслужили чувство что жизнь до она была не ваша и вы не получали то чего вы заслужили а сейчас как будто бы вы вы сможете приумножить да то что есть внутри вас вы сможете получить то что вам по праву да здесь вот вопрос такой чтобы получали вот удовольствие от жизни вот здесь чувство как будто бы ваша жизнь и удовольствие это были разные моменты а здесь вот вам как будто бы дается шанс да все я поняла здесь вот жизнь до она была как будто бы для других людей для чего-то дали бы там для своего партнера а сейчас вот эта ситуация вся случилась да чтобы она вам напоминала о том что все что вы делаете это ваша жизнь понимаете у вас второй жизни не будет поэтому же живи свое удовольствие раньше как будто жили для других а сейчас вам нужно жить в свое удовольствие так как вы хотите то есть ставить себя на первое место чтобы в этом всем было какое-то вот наслаждение удовольствие для вас чтобы вы сменили фокус внимания с внешнего мира на внутренний да чтобы как-то вот себя больше ставили на первое место чтобы вы получали удовольствие да и вот королева кубков как раз ки выпадает королева педакли у меня здесь выпадает чтобы вы получали больше наслаждения для себя да с одной стороны а с другой стороны чтобы вы раскрыли как-то свои таланты да свои вот эти вот качества которые у вас есть да ну это знаете очень напоминает мне здесь такой момент что допустим женщина до брака она была вот в привычную вот это вот рутине да главное чтобы одежда была удобная но там волосы собрала и как-то на себя не обращала внимание а потом когда ты понимаешь что он уже произошел развод да и ты свободный человек ты можешь делать все что хочешь никому не даешь не ну отчет вот у тебя только появляется такое желание да что я хочу за собой ухаживать да я хочу за собой как-то смотреть я хочу нравиться себе никому-то другому вот именно себе я хочу кайфовать от себя и вот вы идете да и там я не знаю волосы стрижете кто-то красится кто-то начинает заниматься собой кто-то меняет гардероб да то есть здесь не важно что вы делаете важно вы как будто бы начинаете получать вы вспомнили себя да вы вспомнили вообще что вы являетесь допустим женщина если речь идет о мужчина что вспомнили что вы являетесь вот как-то мужчиной и но здесь вот если мы говорим о мужчинах да здесь вы вспоминаете вот эти вот моменты нежности да когда вас заботились когда вас любили когда вы были важны вот какая-то для мужчин здесь идет другая энергия до какой-то вот нежности ласки теплоты и уюта прям ну вот здесь вот какие-то телесные касания и они очень-очень приятны но если женщина здесь вот как будто бы вспомнить да что вы есть здесь потому что у меня идет энергия того что раньше вы как будто бы о себе вообще забывали я не говорю о том что у вас есть вообще уже тело вы какое-то знаете такое вот притупленное состояние в вашем теле как прим вот судорогу сводят да и ты ничего не чувствуешь вот вот ваше тело оно было таким она не было замороженным она была таким когда знаете вот и колкой прокалываешь от того что она вот настолько сжато да не вы не можете проколоть иголку вы не чувствуете этой боли да и обычно такое бывает когда вы идете сдавать кровь и если вот идет страх до вас дикий страх допустим иголок так или еще что-то да то медицина не может наполнить шприца вашей крови почему потому что от страха все зажимается и движения нет и вот вас было раньше такое ощущение сейчас вы как будто бы учитесь расслаблению да вы учитесь доверию вы учите жить в ритме природы здесь я не зря говорю новое рождение вы по-новому взаимодействуете с миром это абсолютно новые ощущения восприятие у вас появляется да они достаточно такие более мягкие может быть более пассивные такие да вы никуда не торопитесь но вот эти вот и вот эта вся ситуация она дает вам напоминание то есть отвечая на вопрос для чего это все чтобы вы об этом вспомнили на чтобы это в себе развили так для чего вспоминаете что вам дают эти вспоминания да вот еще раз уточню посмотрим вот это вот разрушение на развода что вам дает на перемены что вам необходимы перемены для чего еще чтобы вы пошли в новое до чтобы вы знаете как-то поняли и ну вот продолжили путь до что вы уже достигли каких-то результатов но здесь вам как будто бы нужно менять ваше сознание то есть то что было раньше то как вы думали о ситуации да вам это нужно оставить позади здесь возможно для кого-то вот эти вот все моменты да вот эти вот качества возможно кто-то найдет себе наставника кто-то будет в чем-то новом развиваться на кто-то во-первых научится как-то делегировать какие-то вещи да передавать другим людям может быть ваше взаимодействие да с людьми она станет немножко иным другим да вы как-то вот больше будете не я я я во всем а уже как-то взаимодействовать с людьми да может быть у кого-то просить помощи может быть где-то у кого-то чему-то учиться не то что я все знаю а вот здесь такие момент когда уже появляется вашу жизнь и другие люди и вы на у научаетесь с ними взаимодействовать по-другому что давайте посмотрим что еще осталось незавершенным во взаимодействии с этим человеком кого это тут палец заболел до эго эго ранили кого-то палец болит что еще осталось незавершенно знаете такое ощущение как будто вот признание победы я не могу понять здесь признание вы должны признать сами свою победу либо другой человек здесь как будто бы здесь карт такая очень прикольная здесь идет мужчина а он сзади на лошади да у него значит голова дракона это как шестерка жезлов в таро напоминает она здесь голова дракона причем дракон олицетворение либо наших инстинктов до либо какой-то силы и вот эта карта на мне как-то говорит о том что я как будто бы не не самоутвердился признание другого человека как будто вы ожидаете что вот этот ваш партнер с которым был разрыв да он придет и скажет что да там прости извини либо ты была права либо еще что-то какого-то признание вы не получили вы знаете это на что вы победите но для себя как-то вот эго я же сказала палец начал болеть вот ваша эго она она не получила того признания нужного до которое было необходимо то есть вы как будто бы знаете вот в этой в этой игре не получили какое-то удовлетворение не получили признание а признание чего я хочу спросить знаете у меня такое чувство что если вы женщина вы как будто вы не получили признание именно от вашего партнера да что смотри как много ты сделала для нашей семьи смотри как много вот знаете вот какого-то единства до что мы с тобой все-таки были вместе ощущение того что не знает то ли вы ждете снова этого человека в свою жизнь то ли чтобы он пришел и признал вот вашу ценность да насколько вы важны были для него то ли вы хотите как-то вот заново выстроить отношения но уже чтобы было вот это вот единство до чтобы в семье была какая-то вот общая цель до что мы смотрим в одно направление и здесь вот признать что вот мы семья вот у меня идет так и все я не могу понять чем это связано так что еще осталось незавершенным вот вы себя поставили в какую-то клетку да вот здесь какая-то вот такая противоречивая энергия да то есть с одной стороны вы как будто бы высвободились да у вас открылись новые возможности вы можете пойти но вы сами себя держите в клетке и здесь такое ощущение что вы как будто бы ждете от вашего партнера чтобы он открыл вам эту клетку до чтобы как тут вас высвободил здесь вот именно осталось незавершенное какое-то действие вашего партнера то ли чтобы он дал какое-то добро на что-то то ли в голове как-то вы его держите да и могу понять здесь какой так она что здесь здесь какой-то вот нюанс понимаете который остался у вас в ожидании другого человека я так понимаю вы сейчас смотрите да или не это вот это так вы то знаете свою ситуацию я не да поэтому я не могу вас услышать что вы тут говорите здесь такое ощущение как будто вы выходите чтобы пришел и признал то что вот это он виноват да в том что с вами произошло что как будто бы это он все натворил он разрушил вашу семью до либо он там разрушил ваше партнерство вот это вот какое-то признание есть и вот именно вот эти вот слова какие-то вот нужные слова вы ждете от этого человека вот только он придет вам скажет как вы хотели бы да вот тогда вы сможете дальше двинуться вам даже не нужен этот человек для того чтобы снова что-то создать с ним да а просто для того чтобы дальше двигаться какие-то его слова да вы ждете от него и они вас держат вот именно вашей голове вы как будто бы понимаете здесь ждете чтобы он пришел и сказал вам что он ушел на как-то освободить освободиться какой-то вот сейчас я так попробую считать потому что на картах везде есть какое-то движение до которые вам не дается как то не можете дальше двинуться до либо вы не можете в своей голове отпустить этого человека как будто бы ждете что он вернется да либо вы ждете чтобы он вернулся лишь для того чтобы сказать вам то что он должен сказать либо то что вы хотите ему что-то высказывать да и потом дальше его отпустите еди на все стороны то здесь какие-то слова не сказаны здесь вот незавершенность именно связано с какими-то словами чтобы отпустить здесь такое чувство что вот вас как будто бы человек не отпускает вот есть энергетическая какая-то связь сейчас я посмотрю что это за связь но вот она вас как будто бы не отпускает до связь прошлым вот вы как будто бы знаете завершить то завершились ситуацию о справедливости вот это вот ощущение что справедливость какого-то вот признание вы о конечном итоге не получили потому что здесь выпадает аркан справедливости да вы как будто бы вот не признали вас там может быть по документу то вы ее расстались официально все да и можно было же начать но внутри вот это вот ощущение что завершенность она уже случилось ее нету это знаете как будто бы давай сделаем развод по совместной договоренности но хотелось бы вот еще какого-то вот признание я не не могу вы сами уже поймете наверно чем здесь идет речь какой урок я должна была либо должен был усвоить в этих отношениях какой урок знаете вот здесь вот по четверке кубков урок того что что-то ваших отношениях не развивалась причем какой-то вот эмоциональный фон до была какая-то стабильность вот урок того что для того чтобы отношения функционировали их нужно постоянно развивать то есть постоянно нужны какие-то новые впечатления постоянно нужны какие-то новые до новые какие-то движения здесь урок был связан с тем что вот какая-то вот апатическое состояние я не знаю если мы говорим о вас то возможно вы впадали в какую-то депрессию какие-то расстройства то знаете вот не хватало разнообразия не говорю про огонька здесь не то что вот все было как-то скучно как в болоте или еще что то нет а здесь вот было как-то вот умеренно и холодно не хватало какой-то вот искры вот может быть здесь рутина каким-то образом присутствовал может быть смешивались другие люди да и не развитие здесь не хватает все все как-то понятно может быть даже знаете вот вот этот вот даже быть до когда он уже устаканившиеся он все равно вот разнообразие нету вот одно и то же одно и то же и вот от этого становится как-то грустно скучно неинтересно и вот выпадает у жезлов понимаете умеренности ту же слов какой урок вы должны были усвоить что каждого отношения да они каждый день как новый день да надо постоянно не заново а именно новый день да надо как-то вкладываться надо совершать какие-то действия то есть вот аркан умеренности он нам не говорит о переливании из пустого в порожню ни в коем случае здесь алхимический процесс который говорит о том что нужно в нужных дозах добавлять нужные вещества да для того чтобы все это функционировало то есть здесь возможно вы как-то вот периодически либо ваш партнер я не знаю здесь кто мне кажется склоняюсь больше к вам вот вы как-то своих настроениях да они были более какие-то вот упадческие и здесь вот как раз таки не хватало вам найти вот этот вот баланс да то есть добавлять чего-то какой-то вот искорки какого-то такого вещества хочется сказать да чтобы вот отношения они постоянно были как как минимум да ну интересные здесь ощущение того что вот вам не было интересно вот здесь вот урок как раз таки до десятка кубков она говорит о полном присущение когда знаете вот все бокалы да все я поняла да я просто слышу что мне говорят здесь урок о том что вы человек которому периодически не хватает каких-то новых эмоций на новых каких-то впечатлений и если вам вот все известно да у вас идет вот присущение то есть нету вот этой вот когда все хорошо проще говоря да вот вам это не интересно всегда должна быть какая-то изюминка которая бы вас включала эмоционально то есть вам даже вот эти вот может быть качели эмоциональные они вам важнее потому что они дают вам вот это вот ощущение жизни на то есть вам нужны здесь эмоция потому что когда все хорошо даже если за вами там ухаживает вас любят вот все 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 дают и все на подносике вам это не неинтересно, потому что есть такое ощущение, что вы как будто бы над этим не работали, а если не работали, не трудились, не потели, то вы не понимаете, как будто бы это ценность, вам становится скучно. Здесь вам периодически нужно какие-то эмоциональные, ну вот как-то вот развлекать себя, что-то должно быть недоделанное, потому что когда все идеально по десятке кубков, внешне-то она блеск, а внутри она гниль, то есть идет какое-то вот гниение. Вам нужно понять, да, и вот этот урок заключался в том, что это должно как раз таки завершиться. Вот того, что вы постоянно же хотите каких-то эмоций новых и новых и новых, она здесь как будто бы какая-то зависимость, то есть когда ровно, хорошо, вам это не нравится. И здесь урок заключался в том, что должно произойти какое-то вот взросление, да, в контексте, ну трансформация по смерти, в контексте того, когда вы не оцениваете постоянно да, какие серьезные уроки прям, то, что с вами происходит, а здесь вот по высшему суду, да, здесь вот это вот все должно завершиться, вот эта вот модель раньше, которая у вас была основана на эмоциях, она должна завершиться. Здесь урок у вас был действительно, возможно, вы не в одних отношениях вообще с людьми так себя вели, то есть когда нету каких-то эмоций, да, мне неинтересно я ухожу, то есть есть человек, он может быть умный, но при этом, если он эмоционально сдержанный, не показывает вам свои эмоции, вам это не нравится, да, и вы уходите, а те люди, которые для вас очень эмоциональны, да, умеют выражать как-то свои чувства, они вам и причиняют боль, понимаете, то есть, ну, кто-то там предает, если это межличностные отношения, существует какая-то драма, и вот в этом есть какой-то смысл, да, то есть есть эмоции разные, вы их чувствуете, вы их ощущаете, и вы через это как будто бы живете, то есть для вас это жизнь, а когда вот так все ровно хорошо, это как будто бы не жизнь, и вот здесь вам это говорят, что это должно было завершиться, вот этот урок вы должны. Так, прошу прощения, опять прервалась камерой, я не обратила внимания о том, что я говорила. Хорошо, давайте мы пойдем дальше, ну, то есть здесь я, в принципе, мысль свою закончила. Что поможет отпустить воспоминания об этом человеке? О, здесь так интересно, в общем, говорю, выпал король кубков, да, то есть либо другой человек, да, либо здесь понимание, ну, если мы отойдем как раз таки от отношений, да, а не будем рассматривать короля кубков как фигура, а его свойствах и качествах, то мы увидим, что король кубков нам все время говорит о том, что, то есть это персонаж говорит о том, что я умею отпускать все эти ненужные для меня эмоции, то есть все, что уже отжило, да, все, что уже старо, в силу того, что король кубков умеет управлять эмоциями, да, у него есть вот это вот сознание и понимание, он находит в себе силы оставить все ненужное. так отсвечивает поставлю, поэтому именно понимание того, что это уже не приносит вам ни, ну, никакой пользы, никаких результатов, да, то есть само понимание, что пришло уже это оставить позади, вот здесь о чем, да, что поможет отпустить, да, выпадает дьявол, но у меня, знаете, у меня такое ощущение, что вот вам как будто бы нужно переключиться на что-то другое, то, что бы вас наполняло, то есть с одной стороны понять, что это уже все, уже эти эмоции, они не нужны, они старые, их пора выбросить, а с другой стороны, здесь как будто бы нужно понять, что у вас действительно присутствует какая-то вот привязка к этому человеку, давайте я посмотрю, с чем она связана, либо страх, так, и выпадает колесо фортуны, да, здесь какой-то сценарий, вот вам, я не случайно сказала, да, выбросить вот эти вот все эмоции через осознание, какого-то сценария, какой у вас здесь сценарий, здесь сценарий, непосредственно связанный с десяткой пендаклей, да, именно сценарий, здесь какие-то страхи, вот именно по поводу семьи, по поводу финансовой стороны, какого-то фундамента, да, что, возможно, вы как будто бы в себя и не верите, что вы можете самостоятельно как-то зарабатывать, да, что вы, вот, вы как будто бы зависимы от какого-то другого человека в плане финансов, да, и в плане стабильности, вот здесь вот, с чем это связано? Вы как будто бы не верите в себя, в то, что, вот, я вначале, помните, когда рассказывала, что вот ваша жизнь, по идее, она должна разделиться на до и после, вот, когда вы поймете в себе, да, вот эти вот качества раскроете, о которых я ранее говорила, можете перемотать, послушать, вот вы и тогда начнете взаимодействовать на равных с другими людьми, здесь вы не верите в себя, вот ключевое, то, что вы не верите в себя и вы не, не разбираетесь в своих качествах, допустим, если я работаю, да, то за что мне будут люди платить, вот здесь вот, ваши ценности себя вы не видите, и поэтому у вас есть такое ощущение, что, допустим, в семье меня будет обеспечивать, вот есть какая-то безопасность, даже если вы зарабатываете, допустим, больше своего партнера, вот чисто вот сценарий бессознательный, он говорит о том, что вот все равно это какая-то, как бы так сказать, безопасность, да, о том, что вдруг у меня денег не будет, да, и мне даст, допустим, будет меня обеспечивать мой муж, вот какая-то вот подушка безопасности, понимаете, для вас, вы можете, еще раз скажу, может даже, допустим, больше зарабатывать своего партнера, Но даже как-то, если мы говорим о семье, здесь еще один сценарий может быть о том, что мне безопасно, когда я в семье. Вот когда я один, либо сам по себе, мне как-то страшно, что я не смогу выжить. А вот когда есть семья, когда есть люди, на которых можно будет положиться, можно как-то опереться, это вот безопасно. Здесь ваши страхи, понимаете? Дьявол нам говорит о наших страхах, о наших привязках. И здесь вы привязаны к деньгам. А привязаны, знаете почему? Потому что вы, здесь вот то чувство, что они к вам либо приходят как-то наплывами, вот раз вот пришло, вы как-то порадовались, а потом какой-то период нет, а потом опять. То есть нет вот этого постоянного потока взаимодействия с деньгами. И отсюда как раз возникает этот страх, что вот он пришло, а вдруг в следующий раз не придет. Здесь какой-то детский сценарий мне показывают. Вот сейчас я еще попробую покопаться. Детский сценарий как-то связан, знаете, с эмоциями вашей. Здесь приливы и отливы. Может быть вы в семье, в которой вы воспитывались, да, вот там вот было как-то так, либо густо, либо пусто. И вот этот сценарий вы переняли. Либо наоборот, когда вы переживаете, да, то есть вы уже и в своей жизни могли отметить, когда вы включаетесь эмоционально, денег как будто бы нету, да. То есть когда начинаете волноваться, переживаться, переживать. А когда ровно хорошо, то к вам как будто, ну, вам спокойно на душе, да. И деньги как будто бы сами приходят, поток сам работает. И вот эта вот спокойность, вот это вот спокойно, хорошо, вы как раз имеете, когда вы в семье. А когда вы один, вы постоянно как-то переживаетесь, беспокоите. Переживаете, беспокоитесь. И поэтому от этих эмоций, да, у вас нету денег. То есть у вас денег нет не потому, что вы один, а потому, что вы переживаете. А когда вы в семье, у вас как будто бы меньше этих переживаний, и деньги к вам приходят. То есть здесь вопрос не в том, где вы, в семье, либо сами, да, по себе, а именно в вашем состоянии. Вы даже свои какие-то желания не реализовываете по причине того, что вот вы как-то боитесь. Боитесь, что не будет поддержки. Боитесь, что не будет, что вы не достигнете какого-то своего результата. Вот вы не верите, понимаете. Вы сами себя закрываете. Да, вот видите, то, что я ранее говорила, да, как будто бы ждете, что вот мужчина придет, откроет вам как-то, да, либо какой-то человек придет и откроет, и выпустит вас вот в той ситуации. Вот это вот призвание. У вас сейчас и вообще по жизни такое, да, что кто-то должен приложить, ну, либо показать, да, либо пинок какой-то дать, либо как маяк указать. Но на самом деле это иллюзия. Вы и сами прекрасно все знаете. Но вот вам как будто бы кажется, что через другого человека я смогу получить необходимые ответы для себя. И при этом вы... Здесь карта, говорящая о том, что вы понимаете, вы сами себя заперли на все замки и ключ себе на шею повесили. И казалось бы, и потом сидите и переживаете, да, почему я не могу выйти. Это ключ у вас на шее. Возьми и открой самостоятельно, да. То есть здесь вот такой момент. Вы сами себя запираете. И вот эти вот страхи, связанные с финансами, это лишь страхи, которые взяты из сценариев вашего детства. Вы хотите, да, как будто бы хотите вот этой свободы, хотите новой жизни, хотите независимости, но с другой стороны, вот здесь какой-то теневой ваш аспект проходит. Вы этого и боитесь. Здесь одновременно, да, и желание, и страх. Вот вам нужно разобраться, что вам поможет. Разобраться, разобраться. Вот каких-то вот своих тенях, которые у вас тут присутствуют. Это вам и поможет отпустить этого человека. Так, это у нас была вторая позиция. Я благодарю вас за внимание. Если у меня получится, я выложу еще и подсказку здесь, еще одну, да, на аналогичную тему, как я говорила, потому что, если я правильно посчитала, три расклада у меня есть на схожую тематику, да, тоже посмотрите. Может быть, даст вам какое-то, ну, больше понимания. Вот. Соберу быстренько карты. А я с вами прощаюсь. До новых раскладов. Еще раз благодарю всех за поздравления, за донаты. И всего вам самого наилучшего. Пока-пока.